Массовая дорожная авария с участием двух десятков автомобилей накануне на несколько часов блокировала движение транспорта на трехкилометровом участке автодороги Челябинск-Екатеринбург 182-й, 185-й километр обратного направления в Свердловской области. Это столкновение стало самым многочисленным в нынешнем зимнем сезоне в нашем регионе. Массовая авария на Челябинском тракте произошла около половины первого пополудня в районе поселка Патруше. Точнее, как сообщили в ГУМВД по Свердловской области, это были три массовые аварии. Самая первая произошла из-за заноса легкового автомобиля на обледенелой и занесенной снегом дороге. Другие участника движения предприняли экстренное торможение и сами были атакованы позади идущими машинами. И так три раза. Среди столкнувшихся машин только одна была грузовой, все остальные легковые, причем в большинстве своем дорогие иномарки. Сообщение по системе 112 на массовом ДТП на трассе М5 Екатеринбург-Челябинск. По прибытию первых пожарных совершенствований было обнаружено, что в столкновении участвуют 20 автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Также пункт обогрева с горячим чаем. Для автомобилистов, которые попали в ДТП движение по трассе, запущенное по резервной дороге. Огромным везением стало то, что никому из участников массовой аварии не потребовалась медицинская помощь, потому что скорая к эпицентру этой аварии просто не подъехала бы. Чтобы как-то разгрузить образовавшийся затор, гаишники перекрыли движение по Челябинскому тракту в направлении Челябинска перед поворотом на Арамиль. И все последующие машины пускали в объезд. А тем, кто уже попал в трехкилометровую пробку, позволили развернуться и вернуться назад, что называется, по встречке. Воспользоваться такой возможностью смогли легковые машины, малые грузовики и даже один автобус. Длинномерным грузовикам пришлось дожидаться несколько часов, пока спасатели и автоэвакуаторщики не ликвидируют последствия массовой аварии.